Здравствуйте, возлюбленные во Христе! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Всех вас я поздравляю с тем, что наступил Успенский пост. Пост этот короткий, однако строгий по своему уставу, такой же, как и Великий пост. Мы находимся в преддверии праздника Преображения Господня. Об этом празднике, в принципе, мы уже говорили неоднократно, его история для многих наших телезрителей уже ясна и известна. Но поговорить сегодня об этом празднике нам захотелось несколько с иного ракурса. Дело в том, что то, что происходит на горе Фавор, Фаворский свет, и в этом свете преображающийся Христос, Господь является во всей своей славе божественной своим трем ученикам, это то, что можно назвать целью духовного делания, целью любого аскетического подвига. И вот об этом аскетическом подвиге, об этой цели увидеть Господа в преображенном во всей его славе, мы поговорим сегодня в нашей студии с нашим гостем и романахом Герасимом Вертеем. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. То, что мы с вами прекрасно знаем, требует, наверное, некого перефраза, что ли, для наших телезрителей, потому что, ну, редко кто всерьез даже из часто ходящих мирян задумывается об аскетическом делании. Вот еще меньше людей в нашей православной среде, кто знает вообще о том, что такое, например, исихазм. О нем мы вспоминаем два раза в год. Один раз Великим постом, как раз на второй неделе, когда вспоминается память Григория Паламы. И вот второй раз, можно сказать, вот в праздник преображения, к которому мы сейчас с вами идем, готовимся. Давайте с вами немножко расскажем о том, что такое учение исихазма, которое было сформулировано в 15 веке, уже как получило полное обличие, что называется. В чем его суть? И тоже вот сразу закину такой вопрос, всегда ли существовал исихазм? Или это все-таки творение рук человеческих, да, в 15 век? Да, вопрос очень важный и, по-моему, интересный. Исихазм или исихия – это безмолвие, священное безмолвие. Дело в том, что для того, чтобы услышать Бога, необходимо найти время и помолчать. В тишине сердца, говорит Господь, и никак иначе. Зачастую тишина, особенно в современном обществе среди молодежи, это нечто совершенно уже недостижимое. Каждую секунду человек получает целый поток белого шума, информация, которая ему не нужна, постоянно слушает музыку, в наушниках, лазит в гаджетах, смотрит телевизор, интернет, общаются обо всем. Такое ощущение, что современный человек боится тишины. Может быть, потому что подсознательно понимает, что в этой тишине он может встретиться с кем-то, кто значительно больше его, значительно важнее, чем его суета. Может быть, я не убежден в этом, но могу предположить. В этом, кстати говоря, тоже очень интересный момент. Мы не просто говорим о священно-молчащих, обезмолвствующих, молва по-славянски, суета в том числе. Это не только те, кто молчат, это еще и те, кто как раз свели к нулю внутреннюю и внешнюю суету. Да. И я хотел бы сказать, что тишина, это не только в контексте сихазма, это не только отсутствие звуков. Я думаю, что каждый, кто из нас его сейчас смотрит, может провести небольшой эксперимент. Взять и помолчать несколько минут. Ну так вот, совсем немного. И он заметит, что несмотря на то, что звук он не издает, в его сознании, в его сердце миллион разных идей, вопросов. Он сам с собой внутри разговаривает, вспоминает какие-то события, пересказывает какие-то истории. Да. Этим словом, разговор не закончился. Тишина не наступила. Это все та же, тот же шум, зачастую белый шум, то есть не несущий никакой информации. А в этой суметохе и суете расслышать Бога практически невозможно. Он стучится в наше сердце. Он готов прийти к нам. Приди и все лисевны, и просим мы его в молитве. Да. Но он бы и рад, только мы не пускаем его, закрыв свое сердце, как подобно сундуку, наполненным мусором. И здесь нужна, конечно, вот эта традиция священной безмолвия, священной молитвы, тихой безмолвной молитвы. Естественно, само разумеется, Иисусову молитву, вот о том, что вы говорили, связана с Паламой, XIV веком, Канестопольскими соборами известными, это не только определенная технология, духовная техника. Нет, это... Естественно, что эту технику использовать неподготовленному опасно, крайне опасно, не благословляется. Вот так вот ходил-ходил человек по улице, зашел два раза в церковь, купил себе четки на 150 молитв и погрузился в Иссихию. Это может привести к прелести или более страшным последствиям. Хотя что может быть страшнее прелести? Для того, чтобы начать... Поясним, может быть, нашим телезрителям, что такое прелесть. Прелесть — это в аскетической традиции заблуждение, самолюбование, когда сатана, из-за своих демонов, подчиняет себе человека, внушая ему, что он достиг каких-то высот, молитвенных или добродетелев каких-то. Хотя этот человек, прелестник, от слова «лезть» — ложь, приставка увеличения, он находится в состоянии самообмана, который внушили ему демоны. Это крайне опасное состояние, и поэтому для того, чтобы начать даже попытаться заниматься смещенно-безмолвием, то есть творить Иисусу в молитву постоянно, находиться в внутренней сердечной тишине, для этого необходимо пройти, преодолеть несколько этапов. Ну, во-первых, хотя бы почитать Евангелие, может быть, даже с картинками. Потом начать ходить в церковь, не из-под палки, а вот понимая, для чего ты идешь. Может быть, не сразу с радостью, хотя пойдет от радости. Радость Богослужения, она приходит, если ты понимаешь, что там происходит. Потом необходимо, наконец, освоить молитвные правила. Хотя бы перед едой читать «Отче наш», но стабильно, не забывая. Если вот эти основные навыки происходят в нашей жизни, понимание, Евангелие, богослужение и привычка к молитве, тогда можно уже поговорить и о Иисусовой молитве, которая происходит. Но священно-безмолвие, вот эта исихия, вот эта тишина, она появилась не только в новозаветное время и не только в позднем Средневековье. Само собой разумеется. Например, мне видится такой яркий пример. Это получение святым пророком Божиим Моисеем десяти заповедей на горе Хариф, что находится на полуострове Синай. Когда он выводит еврейский народ из Египта, они путешествуют по пустыне, и в один из дней они останавливаются у подножия этой высокой горы, а еврейский народ постится, а Моисей потом поднимается на вершину этой горы для того, чтобы получить закон, деколог, десять заповедей, которые мы все православные христиане должны знать и стараться всеми силами его исполнить. Десять заповедей. И вот он, когда поднимается на эту вершину горы, он проходит через темное-темное облако, где ничего не видно, где ничего не слышно. Это вот символ, чтобы потом, пройдя через него, встретиться, так сказать, с Богом и получить из его рук, конечно, здесь антропоморфизм и такое сравнение. Господь в то время еще был невоплощенный, поэтому никаких там таких вот человекоформ не было. Получить заповедь. То есть это облако черное, которое накрывало вершину горы, это есть то самое безмолвие. Надо замолчать, чтобы услышать Господа. Надо освободить свое сердце от суеты и чепухи, чтобы он пришел и вселился. Среди девяти заповедей блаженства, которые все православные христиане поют, на каждый для других. Блаженный, чистый сердцем и бытии Бога узрят. А что за чистое сердце? В том числе и умеющее слышать, то есть молчать, освободиться от своей суеты. Ну, то есть для наших телезрителей еще вот как бы сфокусируем внимание еще раз на этом моменте. Исихазм как таковой, как учение, да, можно его называть священно-безмолвствующим, а можно, в принципе, назвать некая аскеза, аскетика, она существовала всегда. Конечно. Существовала еще до воплощения Христа, и уж тем более, когда он воплотился, все те этапы, которые проходил ученик, например, Исихазский, да, он, все они есть в Евангелии. Очисти сердце, то есть начало борьба со страстями, вот, то есть невозможно вспрыгнуть на верхний этаж, через ступеньку пробежать и достичь какой-то вершины, необходима длительная подготовка. И эта подготовка заключалась как раз в том, что человек борется со страстями и все больше и больше именно уходит как-то внутрь себя, да. То есть у Исака Сирина есть интересная фраза «сведение ума в сердце», вот эта вот практика Исихазма. Может быть, вот как раз об этом втором этапе чуть поподробнее. То есть он в чем заключается, что значит «свести ум в сердце», предполагается ли это под этим именно некое физиологическое сердце и физиологический, ну, если не ум, то там мозг, который периодически занимается тем, что обрабатывает информацию и выпускает какие-то мысли, или о чем-то другом говорит преподобный? Конечно, о другом. Дело в том, что ум и сердце в этом контексте к физиологии не имеют вообще никакого, решительно никакого отношения. Сердце – это не тот орган, который отглачает кровь, а в аскетической литературе – это средоточие наших чувств, мыслей даже в том числе, это средоточие наших устремлений, наших желаний. И человек целостный, целомудренный, имеет вот такое собранное сердце, собран, он знает, куда он идёт, он знает, зачем он идёт, он знает, как он идёт. А человек с двоящимися мыслями, то есть он одновременно хочет и похудеть, например, девушка какая-нибудь, хочет одновременно и похудеть, и съесть пироженку. Ну, это явно не целомудренно, потому что это взаимисключающие параграфы. Или, например, человек, который хочет одновременно и того, и другого, и третьего, да ещё и пятого, было бы хорошо, и вот шестой вот там под звёздочкой я напишу. Когда человек вот так вот распыляется, это вот и есть суета, о чём мы говорили, это вот тараканье бега, который, как я иногда называю, или собирание мусора в своей сундуке, это не придёт ни к чему. Мы можем достигать каких-то целей, земных, временных, которые рассыпаются прахом и пылью, не успевшие глянуться, которые вообще не самоценны. А вот попытка понять, кто я, зачем я здесь, куда я иду и как мне пройти туда, по этому направлению. Это крайне важно, и это возможно только через вот концентрированную молитву такую, как у Давида. И ещё само слово, мне кажется, оно нам очень важную информацию сообщает. Именно русское слово, да, сердце. Потому что предполагается, он не просто мышечный орган, который качает кровь, а имеется в виду некая сердцевина. То есть тот самый центр внутренний, из которого, или как митрополит Антоний Сурожский тоже любил повторять, что за время Великого Поста, он проводил беседы, и как раз во время Великого Поста об этом говорил, что за время Великого Поста мы должны, мы призваны вернуться под собственную кожу. То есть мы должны вернуться вот в тот самый центр, в ту самую сердцевину, и из сердцевины своего бытия, собственно говоря, говорить, делать, смотреть, предпринимать какие-то решения. К тому и рождается суета, что центр рассеян, то есть этого центра, этой сердцевины нету. Батюшка, такой еще вот вопрос хотел бы задать. Ну, мы уже сказали о том, что это поэтапное восхождение, то есть лифта у нас нету в Царстве Божьем. Он зашел и сразу, там, 15-й этаж нажал и поднялся. А это такое кропотливое, вдумчивое, очень трудоемкое, иногда с падениями связанное, поднимание по лестнице. Ну и вот сейчас нас слушает какой-нибудь добрый мирянин, ну, средних лет или молодой, и скажет, ну, все я правильно понимаю, что это для избранных. То есть вот занятие исихазмом, всеми этими аскетическими делами, это вот удел монахов, священников, епископов, ну, тех, кто там уже куда-то начали вот восходить по иерархической лестнице. А мой удел вот маленького мирянина, это вот просто свечку прийти поставить, знать свое место в храме, вот, во сколько служба начинается. Я услышал ваш вопрос, он очень правильный. Да, действительно, это для избранных. Но избирает Господь всех любящих его. Он призывает всех быть теми самыми избранными, как в притче о званых на пир. Он всех зовет. И тех, кто имеют деньги, чтобы купить себе валов, и тех, кто стоит на переклестке у дорог, и даже тех, кто валяется под забором. Если мы внимательно почитаем, там даже вот идите возле заборов и собирайте их тоже на пир. Он зовет всех. Он избирает всех, другое дело, они все откликаются. Поэтому да, исихия для избранных. Но любого избирает Господь. Другое дело, хотим мы этого или не хотим. Момент другой, который бы я хотел бы отметить. Не у всех есть силы понести, имеющие возможность вместить, да вместить. Разная слава на небе у разных святых. Как и звезда, звезда разница в славе. Поэтому кто-то имеет потенциал возрасти в любви к Богу выше, чем, например, другой. Без всякого сомнения, святой Серафим Саровский или Сергий Радонежский – это гиганты Духа. Это величайшие святые, которые смогли раскрыть свой потенциал так ярко, что святых молитвы проникает через века, многие века, и даже до нас доходят. И мы восхищаемся, удивляемся, молимся им, пытаемся по мере своих сил подражать им. Другое дело, что не все могут быть Никитой Столпником или Антонием Великим. Однако молиться – это для всех. Молитва, я подчеркиваю, в том числе. А молитва – это не вот в учитывании каких-то текстов бессмысленно, беспощадно. А это именно задействование сердца, это задействование ума, задействование воли, то есть всех сил души – это сердечный разговор с Богом. А для того, чтобы с Ним поговорить сердечно, надо, чтобы другие диалоги в моем сердце были хотя бы временно отключены. Я не могу одновременно просить Господи, помилуй меня за грехи мои, и думать, что мне надо купить машину, или, например, планировать поход в ресторан сегодня вечером, или еще какие-то другие идеи одновременно обрабатывать. Вот надо пытаться, это очень трудно, между прочим, так вот от своей суеты отойти и обратиться к Богу. Но без этого нельзя, это будет уже не совсем молитва, это будет уже что-то другое. А Павел Апостол пишет, всегда радость, непрестанно молитесь, за все благодарите. Не просто так, потому что он так сказал, а потому что это воля Господня в вас, о Христе Иисусе Господне нашим. Такая воля Господня, чтобы мы радовались, обращая ваше внимание, мы хоть и в черном должны радоваться, такая воля Божья. Непрестанно молиться и за все благодарите. Благодарение – это тоже форма молитвы. И всякая молитва, и общественная, и домашняя, и вслух, и про себя, она возможна только в тишине сердца. И больше никак. Как в Ветхом Завете есть замечательная цитата, что «Голос Божий подобен дуновению тихого ветра». Да. Безусловно, дуновение тихого ветра, расслышать в общем шуме, гамме, когда мимо тебя несутся машины, маршрутки, когда ты сам куда-то несешься, практически невозможно. Но вот на последок, что называется, наша передача может близиться к концу, мостик перекинуть все-таки к преображению. Интересен вопрос, почему Христос преображается не перед всеми 12 учениками? Почему какие-то трое избраны, а остальные где-то остаются? И почему во время преображения рядом с ним Моисей и Илья являются во время преображения, собеседуют ему? Пытаться расшифровать психологическим или каким-то другим способом, почему Господь поступает так или иначе, дело неблагодарное. Потому что если бы Господь наш Иисус Христос был просто человеком, пускай даже великим реформатором религиозным, или даже пророком, ну просто человеком, туда бы можно было собрать консилиум психологов, психиатров, выяснить там модель поведения, нарисовать там психологический портрет и попытаться найти причину, почему он поступает так или по-другому, почему он говорит так или по-другому. Это пытались сделать в свое время, в второй половине 19 века, целый ряд немецких библейских критиков, ну да Бог им судья. Мы же верим, что Господь Иисус Христос человек, но еще и полноценный, в полноте своей Бог. А предугадать, достоверно сказать, что Господь поступает так, потому что, потому что, это было бы слишком самовлюбленно, слишком, может, несерьезно. Почему Господь, ну однако же мы можем предположить, хотя это будет лишь предположение. А Господь часто берет с собой малую группу учеников. Это два брата, которых называют Иоанн Эргос, сын Игрома, Иоанн Яков, и Петр. Что их объединяет, этих троих? Не только родственные связи, хотя они где-то как-то родственники, одни родные братья, другой в одном месте, в смысле в одном с ними, в городке живет, значит, тоже какими-то родственными связями. Но не в этом дело. Их темперамент. Вуан Эргос, сына Игрома. Это не потому, что они там рождены были Перумом или Зевсом, а потому что у них темперамент был такой. И Петр, мы о нем часто, его встречаем часто на страницах Писания, тоже можем сделать вывод, он достаточно импульсивный, эмоциональный, не по возрасту, ему давно уже, да, он давно уже не подросток, однако ведет себя достаточно импульсивно. И вот их, именно, Господь избирает для того, чтобы не только проявить себя на фаворе, но задаются им часто вопросы, они достаточно часто появляются. Я думаю, что это указатель на то, что быть надо открытым для Бога. Будьте как дети. Не в смысле инфантилизма. Сейчас очень многие мужчины до 35 лет сидят на шеях у своих родителей и думают, что это нормально. Инфантилизм вовсе не приветствуется. Будь как дети по отношению к Богу, это значит, что надо быть открытым. Открытым к Богу. Это не значит, что-то хотеть всем рассказывать, как ты провел лето, а открытым к Богу. Быть непосредственным в злобе, то есть беззлобным, как дети. И все остальные вещи. Вот этот момент, педагогический момент, крайне для нас важен. То есть я правильно понимаю, что все-таки мы предполагаем, и понятное дело, что мы предполагаем, три ученика Христом видятся, как готовые видеть его преображенно. Именно благодаря особенности своего темперамента. Темперамента, душевной организации и так далее. Так точно. А почему Илья и Моисей? Если кратко. Совсем кратко. Это два великих пророка. Один из них, Моисей, был законодателем, и он умер. Он испытал смерть. А Илья, великий пророк, который, кстати, и расслышал голос в доивновении тихого, слабого, тихого ветра, вторая книга царства, он не испытывал смерти, он был живым, взят на небо. Это два величайших пророка, которые имеют разный опыт. Ну и которые являются таким неким собирательным образом в принципе духовной жизни. Так точно. То есть, и вот о чем, собственно говоря, этот праздник. Нам становится более понятно, вот почему он становится двунадесятым, вот почему мы уделяем ему особое место в церковном календаре. И вот почему, я еще раз повторюсь, начали мы сегодня, сегодняшний разговор именно с аскетикой. На сегодня у нас передача подходит к концу, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Единственное, хотел бы вот обратить внимание на то, что сегодня было сказано и даже неоднократно во время нашей беседы, что действительно аскетика – это не удел священников и монахов, а к аскетике, к аскетическому деланию, чтобы увидеть преображенного Бога во всей своей славе, к этой подготовленности его видеть, призваны все мы, все те, кто называются христианами. Храни вас всех Господь. До свидания.